Гэй, естьки, ребята, меня зовут Флориос, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Товеркан Квест. Что ж, ребята, мы очередной раз перешли в Золотую Пятую Лигу, мы в очередной раз будем, ребята, покупать сокровища, но перед этим вы обязательно поставьте этому видео лайкосик, а также подпишитесь на канал. Что ж, ребята, мы начинаем, и давайте откроем эти сундочки. Начнем, как обычно, с редкого. Так, редкий сундучок, что же будет в тебе? Так, ну а в тебе будет 25, так, червячков, репульсоры, жаба, ну такое себе, такое, неплохо, но, но все же, все же, все же. Так, вот здесь у нас, воу, ну тоже неплохо, кстати, робот-бот, которого мы будем использовать сегодня с вами. Так, и эпический сундук, ребят, что будет в нем, знает один, один создатель этой игры, ну посмотрим. Так, о, 183. Ребят, блин, все, и 200 зомби, воу, 200 зомби, это много. Так, воу, 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 очень много всего, ребята. Так, мне кажется, нам нужно пройти в нашу армию, хотя уже ни одного улучшения мы даже не получили, ребят, потому что все наши юниты уже очень многозвездочные, и они уже, да, 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 им уже мало трех сундучков. Ну что ж, ладно, тогда будем их понихонечку тренировать. Давайте на x12 тренировку закинем, ну давайте, допустим, вот этот наш команду А. Сюда мы закинем на тренировочку вот эту нашу команду. Хотя, блин, там есть бот-лекарь, который не нуждается уже в тренировках, он мега тренированный. Ну ладно, давайте вот так сделаем. И сделаем мы, пожалуй, вот так вот. Все, пускай они там тренируются, наши воины. Ну а мы что, мы, ребята, будем сражаться. Начнем мы, наверное, с арены. Арена здесь, ну, достаточно-ки легкая. Блин, опять все высокоуровневые ребята ушли вперед. Ну а нам придется пробиваться. В общем-то, мы в золотой лиге, и мы опять начинаем с самых низов. Ну, мы уже, конечно, серебряную пошли, но все же, все же, все же. Так, ребят, ну что же, давайте посмотрим, какие у нас тут есть составы. Я хочу сделать какую-то новую команду по-быстренькому сейчас. Что-то вообще-вообще новое, вообще с нуля сделать. И я хочу взять, допустим, допустим, вот это здание главное. Я хочу взять, к примеру, лансера. Так, какого-нибудь дешевенького такого дамага. О, ребята, вот этого я хочу взять героя. Так, 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 что же нам взять? Какого-то дальника, какого-то танка нам нужно. Так, банш, кстати, неплохой такой дамагер. Так, 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 зомби хочется взять. И какого-нибудь мега-крутого танка. Так, кто же-то будет у нас? Ну, я хочу прям, знаете, такого совсем крутого танка. Допустим, вот этого. Так, и какого-то дамагера. Ну, пускай это будет вот такой вот герой. Это будет void, лорд пустоты. Да, лорд пустоты. Давайте мы его улучшим. Хотя тут, блин, все должны улучшиться. Ну, хорошо. Так, улиточка ползун наш крутой. Он очень быстро перезаряжается. Тем он и славится. Так, ну, копьеносец, понятное дело. И вот это вот пчелиный пилон. Он у нас славится, как это сказать, ядом. Он плевками ядом славится у нас. Вот такое вот главное здание. Что ж, ну, а мы начинаем. Ребята, противник найден. И это какой-то Кристина. Кристина, ребята. Кристина, Кристина. И у нее 4 звезды. Но левел маленький. Блин, как у него так? Смотрите, у него 54 уровень. И такие большие звезды. Хм, донатер, что ли, или читер. Интересно. Ну, ладно, ребята. Сейчас мы это проверим. Так, начинаем игру. Так, ну, смотрите. У нее вот этот вот замок нежити. Не самый лучший, на самом деле, замок-то. А ну, выпускаем улиточку. Бабах. И она взрывается. Отлично. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, ну, у нас из танков, как вы видите, есть только тигр. Только котик. Но он, конечно, самый дорогой. Но, не тем не менее, самый эффективный. Ага. А у нашего оппонента, ребята, тоже один из самых таких эффективных танков. Это джиггернаут. Давайте используем всякие сопротивления. Ну, кот, он на самом деле, ну, не совсем даже, чтобы танк. Он, скорее всего, танкодамагер, скажем так. Ну, плюс-минус, да. Что все-таки хп у него много. Но, скажем так, защиты какой-то мало. И все способности все-таки направлены, воу, на урон. Поэтому все-таки это больше дамагер, чем танк. Но за счет своего большого количества дамага за один раз, он как раз-таки и наносит большой урон. И что, ребята, первое место, да, первое место в лиге. Но, поскольку сегодня еще раннее утро, поэтому не думаю, что мы до вечера продержимся. Хотя, нет, ребята, мы до вечера продержимся, мне кажется, потому что слишком мы много очков накопили. Ладно, что ж, ребята, продолжаем бой. Давайте обычные наши бои играть. И тут уже, конечно, не так нам просто будет. Попробуем этим нашим новым составчиком сыграть. Так, 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 начинаем, 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 ребята. Что же будет дальше, мне интересно. Так, так, что-то я слишком сильно в добычу вдался. Нужно бы немножко повременить. Давайте поменьше скорость сделаем. И как-то более сконцентрируемся, что ли. Так, давайте пчелиный пилончик. Как-то непонятно, вот эти вот штуки он распыляет, так сказать. Как-то рандомно слишком. Ну да ладно. Продолжаем. Давай, 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 давай. Давай, давай, идем, идем, наши родные. Давай, улиточка, отлично. Суперспособность применил наши котичек. И давай, иди, иди, тигр, вперед. Тигр, как говорится, вперед, вперед, вперед. Так, давайте мы делаем пилончик. Вот такой, отлично. И вперед идут наши улиточки. Давайте, давайте, отлично. Мы взорвали базу противника и от победы. И, конечно же, все звезды, конечно же, безупречно мы прошли уровень. Так, ну а дальше, ребята, что у нас? Тут жрец против нас. Блин, всякая нечисть. Короче. Ну, у нас, в принципе, тоже, как бы, частично из нечисти состоит команда, так сказать. Но, тем не менее, тем не менее, ребята. Так, начинаем, начинаем. Так, ускоряем, ускоряем. Отлично, отлично, отлично. И давайте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прыгай, прыгай вовкулака. Ой-ой-ой-ой, улучшение. Блин, это суперспособность. Вовкулаки, конечно, на самом деле, сильная. Потому что у него, получается, ускорение халявное, скажем так. Потому что вот эта вот способность, которая у него, получается, она нам может рандомно, вот, выпасть на карте. А ему она просто так достается. Это нечестно. Нечестный котик. Но, но классный, сильный очень котик. Поэтому мы его простим. Так, жрец какой-то тут против нас выходит воевать. Но ничего у него не выйдет. Так, улиточка спешит на добивание главного врага сказания. Давайте босса вызовем. Ну, так, чисто, знаете, символическим. Поскольку, да, главное здание врага повержено. И мы, собственно говоря, продолжаем. Так, что мы видим здесь? Здесь мы видим вот что, ребята. Старичок против нас. 67 уровень. В принципе, пока что просто проходить. Это вот мы эту зону проходим. А, это мы вообще самую первую зону в этом мире проходим. О, ребята. Понятно, почему здесь так легко. Я-то думал, мы можем долго сражаться. Но нет. Эту зону мы пройдем быстренько. Ну, что она только первая лишь в этом мире. Поэтому начинаем. Так, добычу мы прокачали. Давайте еще, наверное, на максимум как-то прокачаем. Что здесь какие-то все медленные враги. Давайте вот до такого состояния. До 650 очков. Вот. Теперь я думаю, мы победим всех-всех-всех. Вызываем котика. Вызываем вот эту суперспособность нашего здания. Обожгем всех и ядом. Не, ну блин. Сколько у котика здоровья? И сколько у него урона? Мне вот интересно. Просто чисто узнать. Надо будет глянуть. Что-то он вообще до хрена урона наносит на самом деле. Так. Давай, давай, котера. Блин, босса надо как-то вызовем. Потому что у них-то тоже будет босс. И этот будет непростой босс. Это будет Олдванчик. И он сейчас, блин, выйдет уже. Я прям чувствую. А вот и он, ребята. Ну что, посмотрим. Кто кого? Он нашего котика, конечно, быстро разделает. Да, как вы видите. Поэтому нам заново его нужно выпускать. Так, так, так. Стоп, 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 ребят. Стоп, стоп, стоп. Что-то ситуация как-то идет уже не в нашу пользу. Так. Давайте. Нам старичка нужно победить. Олдванчик, он не должен выиграть. Ё-моё. Ах, фух. Есть, ребята. Фух. Выиграли мы. Ё-моё. Да, непросто нам было здесь победить. Непросто. Ну ладно. Мы все-таки это сделали. Так. Все. Котик умер. И перед смертной, скажем так, реквием сделал. Эх. Свой этот пламенный, не знаю, как это сказать, взор, гнев какой-то. Выпустил. И всех уничтожил, ребята. Уничтожил он всех. Ну, в общем-то, все, ребята, великолепно. Великолепно. И мы продолжаем наносить урон главному зданию врага. И добиваем его. Второй раз босс не успел выйти. Мы его одолели. Что ж, смотрим, что у нас тут находится в сундучке. А здесь у нас сундук нежити. И я надеюсь, здесь будет полезно. Ну, зомби. Прикольно, в принципе. Неплохой составчик. Так, дальше, ребята, империя. Эх, нефритовая империя. И что здесь у нас? Всякие сундучки. Ну, здесь 4 звезды минимум уже. Минимум, минимум 4 звезды. Может, каким-то другим составчиком. Давайте вот этим попробуем поиграть. У нас тут как бы тоже есть имперские войны, скажем так. Они друг с дружкой будут сражаться. А мы будем на это просто-напросто смотреть, глазеть и наблюдать. Так, 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 так. Только здесь, конечно, блин. Эй, жрицу, жрицу, жрицу надо. Ладно. Проще уже нового вызвать робота. Конечно, мало, мало хп у нашего. Так, ребята, что-то я не понял. Мы что, проиграем? И не, не, нифига, нифига, нифига подобного. Так, ладно, давайте замедлим немножечко все это дело. Что-то как-то, что-то как-то все. Все, ситуация быстро очень накаляется. Так, еще одну жрицу вызовем. Так, отлично, отлично. Фух. Вроде, вроде победили, ребята. Но, конечно, непросто, непросто. Потому что, блин, когда территория вот маленькая, такая коротенькая, нам играть тяжело на самом деле. Так, давайте запускаем бота. А интересно, он по зданиям врага бьет или нет? Вот мне было интересно узнать. Ну ладно, об этом мы уже не узнаем, ребята. Так, слушайте, а ну давайте-ка посмотрим, сколько урона у котика здесь. Мне вот интересно, 8000 урона. Блин, ну это до хрена на самом деле, ребята. 8000 урона. Вы только представьте. Не у всех юнитов столько здоровья есть. Да я бы сказал, даже мало у кого столько есть. Ладно, какой составчик у нас еще, скажем так, в куче. Ну ладно, давайте играть. Ну давайте вот этим, ладно, составленный. Блин, кот неплохой такой, ребята. Его можно в неплохую связочку какую-то сделать, мне кажется. Даже не знаю. Надо будет подумать. В принципе, сейчас неплохой у нас неплохая связочка. Скажем так, да. Но можно и лучше. Можно и лучше. Нет, как говорится, пределы совершенства. Так, 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 так. Давайте скорость помедленнее, ребята. Помедленнее. Спешить нам некуда. Так ведь? Так ведь. И давайте планомерно уничтожать всех этих негодяев. Негодяев уничтожать, ребята, будем мы. Так, 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 так. Все, всех мы, ребята, забороли. Зауничтожали. И продолжаем. Так, черепаха с пушкой. Блин, ребят, непростые эти ребята против нас. 68 уровень. Ну, видите, мы уже по уровню с ними сравнялись, скажем так. Будет непросто, конечно, непросто нам. Но, думаю, мы справимся. И не с таким, как бы, справлялись. Так, добычу качаем. Самурай против нас выходит. А, ну, давайте самурай против копьеносца. Кто кого? Мне кажется, все-таки самурай. Да, самурая. У, да, у самурая намного больше хп, чем я думал. Я думал, копьеносец хоть как-то сможет за себя постоять. Но что-то вообще как-то нулевый. Ну ладно. Так, ну, котик. Вот кто-кто от игры за себя постоять точно сможет. Это мы знаем наверняка, ребята. Так, эй. Блин, у самурая вот эта способность, что он перед смертью, блин, урона столько наносит. Вот печально, на самом деле. И не доля, да, 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 да. Смотрите, еще сработала эта способность. Эй. Ай, здание наше покуцали, ребят. Ладно, короче, все, надоело мне. Давайте босса вызывать. Босс плюс... Блин, босс так сразу вызвать-то не выйдет. Ладно, котика вызываем. Так, что-то мы как-то вообще, ребята, уже в аутсайдерах. Я не понял. Я не понял, ребята, что такое происходит. Блин, вот знаете, коту не хватает как раз-таки... Так, ну ладно, мы здесь как-то, наверное, уже более или менее подпроиграем. Но очень не хватает, ребята, здесь какого-то лекаря. Блин, просто катастрофически. Образом не хватает лекаря. Вот это то, что нам здесь понадобится. Лекарь. Вместо улитки, наверное, вызову. Да, вместо улитки. Два дешевых у нас получится воина, да. Босс и лекарь. Вот. Ну, лекаря дорогого мы вызовем. Хотя, блин, если дорогого лекаря, то тот 350 стоит и тот. Здесь бы идеально робота-бота лекаря. Ну ладно, посотрим, посотрим, ребята. Посто из лекаря и у нас остался только жрец, как бы, да. Темный жрец, причем у нас остался. Не знаю, каким образом мы его будем в лене. Не, ладно, что, в принципе, ладно, окей. Возьмем сейчас темного жреца в лекаре сюда. Не знаю, конечно, как по добыче ресурсов мы здесь просядем сильно, нет. В принципе, у нас мега дорогой, как бы, два мягчатся. Ну ладно, попробуем, чем бы и нет. Так, 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 стоп, стоп, не того я убрал. Вот этого мы убираем. Так, 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 и ставим нашего дарк-жреца. Да, конечно, он и лечит, и калечит, блин, и вообще неплохой юнит, но... Да, ребята, да, ладно, придется его поставить. Что, у него только две звезды и маленький наш юнитик. Я вот не могу, жди, он-то хоть лечит, а? Вроде же лечит, да? Ну, должен лететь, если так. Медленно взвемь боец высасывает силы из врага и наделяет ими соратниками. А, вот он как, то есть выделяет, как-то, получается, высасывает жизни у других, другими их отдает. Ну ладно, хорошо, начинаем, ребят, начинаем. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. В распоряжении. Так, нехороший. О, ребята, что-то нас тут прижали, походу. А ну-ка, 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 давай, 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 темный жрец. Ааа, не успели, что происходит, ребята? Так, так, нехорошая ситуация, нехорошая. Ну ладно, давайте. Котик плюс темный жрец. Посмотрим, что из этого симбиоза, так сказать, выйдет. По идее, выйдет неплохо. Выйдет, мне кажется, даже очень неплохо. Смотрите. Опа, опа, высосал жизни. И он как бы, ну как бы не то, что пополнил жизни нашим, как бы, союзникам. Он как бы передал их. Это что-то вроде как, знаете, вампира вроде. Но мало, слишком мало он лечит, ребята. Хотя в то же время он и наносит урон. Да, это так, конечно. Но их бы целую пачечку, знаете. Тогда это было бы более или менее действенно. А так это не особо как-то влияет на исход боя. Блин, ну если бы он как-то быстрее вот эту свою магию делал, да. Было бы получше, конечно. А так он такой медленный, блин, а. Ну такое себе, такое. Я думал, немножко получше этот юнит будет. Но он оказался не столь хорошим, как я считал его. Эх, юнит, юнит, что ж ты такой хиленький. Ладно, давайте заменим на что-то другое. Здесь я использую. Это у нас получится вот этот пришельский. Пришельский. О, вот этот вот, ребята. Он щиты налаживает на наших союзников. А он у меня вообще первого уровня. Без щита у него соприспособность. Ну да, это такой саппорт, получается. Ассистент-помощник. Стоп, стоп, ребята. Пусти, может он лекарь? Ну что смейте, у него магический урон. А, защитный потенци... Я понял, да, он щиты накладывает. Ну, в принципе, неплохо. Неплохо, ребята. Давайте в бой и сразимся против босса. Ну тут давайте еще прочитаем. Так, медленный уязвимый боец защищает соратников щитом. Точно, точно, ребята. Это еще и ты щиточечком. Ну, форт, давайте, ребят, давайте. Медленный и уязвимый. Че ж ты медленный и уязвимый? Ты должен быть быстрым и сильным. И могучим. Вот это такая мне... Формулировка про юнита понравилась. А, так, что-то медленный какой-то, хиленький. Не очень круто звучит, на самом деле. Ну да ладно. Так, собака. У нее суперспособность страх. Очень такая особенность. Способность, особенность. Страх. Так, ребята. Ну, смотрите. Этот юнит реально накладывает щиты. И причем он накладывает их довольно-таки часто и быстро. Это меня радует, на самом деле. Быстрые щиты, это круто. Быстрые щиты, это офигительно. И давай, 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 давай. Иди, мой родной. Иди, мой любимый. Нападай на всех. Так. А если мы их сразу два вызовем? Это вообще бесконечные щиты получатся. Так. Ой, ребята. Бок ветра. Да, с боком ветра, конечно, тяжело нам будет. Ну да ладно. Попробуем его как-то одолеть. Хотя, смотрите, обычно юниты к нему подобрались. Все-таки не думал, что они это смогут сделать. Думал, мы будем бесконечно от него отдаляться. Но нет, как видите, все идет даже неплохо, я бы сказал. А ну давай, котику, котик пару ударов всего лишь нанесет этому. Иии, убили котика. Котика убили, негодяи. Так, ребята, что же нам делать? Так, 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 так. Не позволим проиграть. Ой, 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 ой. Мне вот, ребята, вот бог ветра единственный персонаж, который может исход боя повернуть вообще в другую сторону. Потому что, но он очень сильный. Ой, и тут еще плюс есть. Да, ребята, без дальних каких-то воинов его победить будет нереально. Нереально. Да, да, да. Именно нереально. Так, ну не знаю, пилон, давай хоть ты как-то нам поможешь, что ли. И причем, видите, у нас все в перезарядке. Все единицы в перезарядке. Я не знаю, если суперспособность у нашего котика сработает, тогда... О, заморозочка! Ай, но она не действует на бога ветра, к сожалению. Так, ну ладно, давайте, давайте, давайте вызывать босса. Босс, босс, давай, давай. Ему пару раз готануть. О, есть, ребята! Вот что нас спасло. Воу, фух. Ну, вроде как выиграть должны уже. Все нормас, ребята. Все нормас у нас. Давай, давай, вперед шагай, шагай. Давай, 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 добивай замок. Замок противника добивай. Так, отлично. Ух. Ну, ребята, это было, на самом деле, на грани. Бог ветра, на самом деле, решает. Потому что очень сильный этот юнит. Все-таки один из сильнейших, я бы даже сказал. Да, он нас чуть не одолел. И роботический уровень. Следующий роботический уровень. Ну, что ж. Первое место, ребят, пока что у нас в лиге. Почти 69-й левел. В общем, ситуация, так сказать, налаживается. Поэтому, я думаю, что видео этому стоит поставить лайкосик. Как бы, да, написать какой-нибудь комментарий, приятный этому, под этим видео. А также подписаться на канал, если вы здесь впервые. Ребят, ну, с вами, как всегда, был Флавиус. Адьос, амигос. Увидимся в следующих сериях. Субтитры сделал DimaTorzok